Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трикубум. И сегодня я хочу предложить вам связать вот этот мозаичный узор, для которого я подобрала классическое сочетание цветов пряжи белый и черный. И он состоит вот из этих мелких элементов в виде квадратиков с точечками. И они идут по вязальному полю в этом направлении. Диагональ так или так. Изнаночная сторона этого узора выглядит вот так. И очень близкие к нему узоры. Вот этот. Здесь я поменяла цвет пряжи. И если видно, то вот в каждом квадратике у нас добавилось еще поточки. Если сравнивать эти два узора, здесь более строгая классика. А здесь уже узорчик выглядит повеселей. И мне кажется, что вот так можно связать что-нибудь детям. А вот это уже для взрослых. И сочетание цветов, и сам рисунок. Очень близкий к этому еще вот этот узор. Только здесь у нас полосы идут строго вертикально. Ссылочку на эти два узора я дам в описании к этому видео. Или вы сможете их найти в конце этого ролика. Давайте приступим к выполнению этого узора. Петли набираем черным цветом. Это базовый цвет. В одном раппорте у нас 10 петель. Я набрала сейчас на своей спице 5 раппортов. Если вы хотите добавить еще 2 кромочные, то это можно сделать. Я обычно мозаичные узоры вяжу без кромочных петель. Сразу вяжу по схеме. Но давайте в этом видео сделаем так, потому что вы часто задаете вопросы, как вязать кромочные петли. Итак, у меня сейчас здесь 50 петель плюс 2 для кромки. Провязываем черным цветом. Это изнаночная сторона. Нулевой ряд. Базовый. Он не входит в повторяющийся раппорт в высоту. И все петли провязываются лицевыми. Он нужен для того, чтобы закрепить немножко край и вернуться на лицевую сторону. Мозаичное вязание это платочная вязка. То есть все ряды мы будем провязывать лицевыми петлями. В каждом лицевом ряду вводится другой цвет пряжи. Сейчас я начинаю вязать первый ряд. И мне нужно приготовить к работе белый цвет. Я завожу правую спицу вот так в первую петлю. И набрасываю на нее белую пряжу. Белая нить закреплена в ряду. Подправляем здесь, чтобы у нас петли были не вытянутыми. И мы с вами готовы к работе. По схеме у нас первая петля снимается. А следующая за ней провязывается. Итак, первую петлю мы снимаем, вторую провязываем, третью снимаем, следующие три провязываем. Теперь, когда белая нить закреплена в полотне, можно вернуться назад и вот здесь подправить, чтобы краешек у нас не был слишком свободным. Вот так. Продолжаем. Следующая петля по схеме у нас снимается. Три петли провязываются. И вот все 10 петель раппорта провязаны после кромочной. Теперь этот раппорт нужно повторить. Итак, одна петля снимается, следующая провязывается. Эта петля снимается, три провязываются. Далее по раппорту одна петля снимается и три провязываются. Мы провязали уже два раппорта. Повторяем. Одну снять, одну провязать. Одну снять, три провязать. Одну снять и еще три провязать. И повторяем этот раппорт до конца ряда. И последний раппорт. Снять, провязать. Снять, три провязать. Одну снять, три провязать. Раппорт закончен. Кромочную петлю мы провязываем лицевой. Первый ряд провязан. Теперь с изнаночной стороны в мозаичном вязании все петли одного цвета с рабочей нитью мы будем провязывать лицевыми. А контрастные петли снимать с левой спицы на правую, оставляя рабочую нить перед работой. Крайняя петля, кромочная, снимается. Теперь белые петли я буду провязывать. Черные снимать, нить перед работой. Белые провязываем. Черные снимаем, нить перед работой. И так до конца ряда. Кромочная петля провязывается. И вот здесь еще раз можно вернуться и подтянуть все петельки, чтобы край был аккуратным. Первый и второй ряд провязаны. Вот что у нас получается. И сейчас лицевой ряд, значит нужно поменять цвет нити. Мы работали белым цветом. Он остается в ожидании, а черный готовится к работе. Вот так накладываем черную нить поверх белой. Кромочная петля провязывается. Таким образом мы ниточку закрепляем здесь с краю. А далее вяжем по схеме. Первые три петли у нас провязываются. Следующие три петли снимаются, нить за работой. Далее четыре петли нужно провязать. Это был весь раппорт. Теперь его нужно повторить. Первые три петли провязываем. Следующие три снимаем. Оставшиеся четыре петли провязываем. И повторяем этот раппорт до конца ряда необходимое количество раз. И последний раппорт. Первые три петли провязываются. Следующие три снимаются. Оставшиеся четыре провязываются. И кромочная тоже провязывается. Мы закончили третий ряд. С изнаночной стороны. Рабочая нить у нас черного цвета. Значит, черные петли будем провязывать. А белые снимать нить перед работой. Кромочная петля снимается. Провязываем все черные петли. Белые снимаем. Черные провязываем. Белые снимаем. И продолжаем так до конца ряда. Прежде чем мы начнем пятый ряд, нужно поменять цвет нити. В работе у нас был черный цвет. Оставляем его в ожидании. Белая нить накладывается поверх черной. И мы готовы начать пятый ряд. В этом ряду первые две петли провязываются. Кромочную тоже провяжем, чтобы ниточка здесь закрепилась. Итак, первые две провязали. Затем одна петля снимается, а следующие три провязываются. Далее, одну нужно снять, одну провязать. Еще одну снять и еще одну провязать. Это весь раппорт. Теперь его повторяем. Две петли провязываются. Одна снимается. Три провязываются. Далее, очередуем. Одну снять, одну провязать. Одну снять и одну провязать. Вот уже два раппорта мы провязали. И продолжаем так до конца ряда. И кромочная петля тоже провязывается лицевой. С изнаночной стороны петли одного цвета с рабочей нитью мы будем провязывать. Контрастные петли снимать нить перед работой. Кромочную петлю снимаем. Следующую за ней провязываем. Черную снимаем. Белую провязываем. Черную снимаем. Белую провязываем. Мы закончили работать белым цветом, поэтому он у нас уходит в ожидание. А черный готовится к работе. Начинаем седьмой ряд. В этом ряду после кромочной, которую мы провязываем лицевой, первые две петли снимаются. Далее семь провязываются. И десятая петля снимается. Вот это был весь раппорт. Теперь его нужно повторить. Две петли снять. Семь провязать. И одну снять. Продолжаем. Кромочную петлю провязываем. С изнаночной стороны рабочая нить у нас черная. Значит, черные петли провязываем. Белые снимаем нить перед работой. И так во всех изнаночных рядах. Чтобы нам немножечко сократить время показа всего видео, я больше не буду останавливаться на изнаночных рядах. Начинаем девятый ряд. Черный цвет нити меняем на белый. Кромочная петля провязывается. А далее работаем по схеме. Первые две петли провязываем. Далее одну снимаем. Одну провязываем. Одну снимаем. Три провязываем. Еще одна петля снимается. И одна петля провязывается. Повторяем. Две петли провязываем. 1 снимаем, 1 провязываем, 1 снимаем, 3 провязываем, 1 снимаем и 1 провязываем. Уже 2 раппорта и повторяем так эти 10 петель до конца ряда. Начинаем 11 ряд и сначала меняем белый цвет на черный. Кромочная петля провязывается. По схеме провязываем 5 петель. Затем 3 петли снимаются. И 2 провязываются. Весь раппорт готов. Повторяем 5 петель провязываются, 3 снимаются, 2 провязываются. Мы провязали уже 2 раппорта и продолжаем дальше. Кромочная петля провязывается лицевой. 11 ряд готов. Начинаем 13 ряд. Он провязывается нитью белого цвета. И после кромочной первая петля снимается. Затем 3 провязываются. 1 петля снимается. Следующие 3 провязываются. Еще 1 петля снимается. И 1 петля провязывается. Это весь раппорт на 10 петлях. И теперь его нужно повторить. 1 снимаем, 3 провязываем. 1 снимаем, 3 провязываем. Еще 1 снимаем и 1 провязываем. И продолжаем этот раппорт до конца ряда. Кромочная петля тоже провязывается. Начинаем 15 ряд. И сейчас в работе черный цвет. Провязываем кромочную петлю. Далее. 1 петля провязывается. 3 снимаются. Далее 6 провязываются. Это весь раппорт. Повторяем. 1 петля провязывается. 3 снимаются. 6 провязываются. И так до конца ряда. Заканчиваем ряд кромочной петлей. И весь 15 ряд готов. Начинаем 17 ряд. Он провязывается нитью белого цвета. После кромочной петли. После кромочной. 1 петля снимается. 3 провязываются. 1 петля снимается. 1 петля провязывается. Еще 1 петля снимается. Далее 3 провязываются. Это весь раппорт. 1 снимается. 3 провязываются. 1 петля снимается. 1 провязывается. 3 провязываются. 3 провязываются и так до конца ряда сейчас мы начнем провязывать 19 ряд это заключительный лицевой ряд затем двадцатый с изнаночной стороны и один раппорт высоту будет готов 19 ряд провязывается нитью черного цвета после кромочной нужно провязать 7 петель 1 2 3 4 5 6 и 7 затем 3 петли снимаются это весь раппорт повторяем 7 петель провязываются 3 снимаются и так до конца ряда 20 ряд провязываем так как и все изнаночные ряды сейчас у нас рабочая нить черная кромочную петлю мы снимаем белые петли переносятся с левой спицы на правую без провязывания нить остается перед работой черные петли провязываем лицевыми белые снимаем нить перед работой черные провязываем и так вот сейчас на образце готов полностью один раппорт высоту рядов еще провязано немного всего двадцать поэтому рисунок себя не показывает так как это будет смотреться в готовом изделии поэтому я хочу сейчас поставить видео на паузу провязать еще несколько раппортов и показать вам образец уже в другом размере сейчас на моем образце уже три раппорта в высоту если это изделие с открытым верхом например или плед или какая-то накидка тогда верх можно закончить тоже двумя рядочками черной пряжи чтобы низ и верх гармонировали друг с другом вот такой еще один узор в копилочку к другим мозаичным узором а я на этом свое видео заканчиваю подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы получать на почту оповещения о каждом новом видео оставляйте свои комментарии всего вам доброго до свидания